5 утра москвы забрался на наружу на крышу сидит подучи мне телефон смотри оба прыгнула на на машину позже ты бедный такой маленький такой уже который раз забирается машину бы не было может так а когда машина нет я прихожу с работа он там сидит чем забирается на эту крышу на козырек на дверь и не может спрыгнуть уже который раз его снимаю сейчас первый раз прыгнул что машина стояла под дверью а у нас снег валит и говорят 40 сантиметров завалит вообще не представляю пока по колено наверно будет но не знаю получится у него или нет завалить все снегом завтра не знаю на работу добираться буду если если все завалит конечно но вот идет сейчас так активно вчера пробрасывала но не очень много а сегодня прям посмотрим снег снежок белая метелица март месяц слушайте реально валит снег нам обещали жену узнали что будет снег по прогнозу но вчера он вроде так по припорошил чуть-чуть слегка я вышла утром на работу не было завалов никаких просто на машине чуть-чуть снег лежал чуть-чуть вот и утром я ехала ничего не было сейчас чуть ли не метель круга видно или нет если правда 40 сантиметров должно выпасть на манчестер не знаю как как это получится вообще завтра не проехать вот сейчас здесь мост видно плакат на мосту висит видите и вот там все время гаишники стоят я говорю я три года ездила и вообще ни разу не видела а сейчас чуть не каждую неделю что случилось непонятно я однажды видела вообще двое стоят стоят за этим плакатом на эту полосу направлено сфотографируют снимают хорошо раньше издалека их видно потому что въезжаешь на горку они как-то их видно вообще издалека ну знаешь когда смотреть когда не смотришь то не знаешь что и не увидишь но мне однажды даже со встречной полосы мерседес какой-то моргал я думаю что он моргает подъезжая там стоят эти гаишники вот ведь наловчились штрафовать да реально валит снег хорошо я успею до дома сейчас доехать не знаю как антон доберется если завалит издалека у нас то тут хоть по прямой более-менее вообще в ангеле это стихийное бедствие если выпал снег встает все поезда не ходят автобусы не ходят машины еле-еле у всех летняя резина никто ее тут не меняет никогда из-за двух дней в неделю за зиму если снег какой-то и то не всегда вот поэтому стихийное бедствие практически посмотрим что хоть завтра пятница хоть последний день в неделе если так вот на работу придется с трудностью добираться то я и не поеду потому что я не смогла приехать ну посмотрим может быть еще ничего метель прям метет а у меня брат в канаде он рассказывал говорит вообще у нас сумасшествие было валил снег гремела гроза и молния сверкала в одно время вот буквально недавно было вот такие катаклизмы тут у нас вот камера и вернее светофор и камера то есть два глаза в оба глаза надо смотреть светофор и камера а дальше вот прям буквально как так и сделали совсем недалеко друг от друга вторая камера но она уже без светофора проще проехать а там надо и на светофор внимание обращать на скорость тормозиться и вдвойне вот эти полоски на дороге они означают что это зона камеры то есть дальше уже можно прибавлять а это дорога такая здесь дабл каричевой а здесь все время не стоя и ограничение было шестьдесят то есть ну нормально шестьдесят ну шестьдесят многовато ну пятьдесят бы хотя бы сделали нет взяли и все попеременяли сделали сорок сорок тут никто не ездит естественно пятьдесят я еду сейчас нормальная скорость такая небольшая и невысокая ну сорок это вообще-то очень медленно для такой дороги но люди конечно и вот горячники стоят пасут за превышение скорости это мне три года нельзя попадаться я же попалась тогда на вот эту камеру первый раз вот сидела взяла курс дается отсидишь отслушаешь этот курс заплачешь штраф и потом три года еще ты не должен попадаться если за эти три года опять у тебя будет нарушение то тебе уже спишут очки на отнимают поинты короче начисляют очки тебе и там по моему до двенадцати кажется как бы не соврать потом у тебя права отнимают то есть права аннулируются на какое-то время на какое не помню и потом не надо ничего пересдавать как оказалось я думала пересдавать надо но нет пересдавать не надо присылают потом новые права ну наверное какое-то время выдерживают чтоб он не ездил вообще нарушитель такой а вот такие у нас правила в принципе не сложные почему потому что если было допустим права бы давались на там ну на десять лет допустим да а потом ты должен был пересдавать ну это трэш никто б не пересдал потому что ну как бы ездишь автоматически и и на автомате уже и ты ну правила практически ты не помнишь не знаешь да и это все надо переучивать и заучивать откуда знаю у меня знакомая одна здесь ездила без прав долгое время тут не останавливают ну нет ее останавливали по моему ну короче ездила без права долгое время еще никак не сдать было и сейчас она решила права получить и взяла уроки и она говорит оказалось я не умею ездить то есть она я говорит еду уже на автомате так-сяк а он ее инструктор ее поправляет и говорит это неправильно неправильно тут не так ты это так надо ну я говорю он тебя учится давать экзамен это наоборот хороший инструктор потому что он тебе обращает внимание на что будет обращать внимание инструктор по сдаче на сдачу когда будешь сдавать вот поэтому но ей тяжело сейчас вот да и вот я представляю если бы нам давали права на 10 лет допустим а потом ты должен переиздавать подтверждать то это вообще жесть бы была конечно а тут и пожилые ездят очень в пожилом таком возрасте за рулем очень пожилом возрасте люди вот потому что проще передвигаться на машине конечно чем ходить а и поэтому вряд ли бы кто-то наверно пересдавал ну в общем валит у нас снег посмотрим что будет завтра и на на и и и Продолжение следует...